Зима в этом году преподносит один сюрприз за другим. Сначала длительная оттепель, затем резкое понижение температуры до минус 25 градусов. Обильный снегопад, после которого отметка термометра вновь поднялась выше нуля. Такая погода вряд ли приносит положительные эмоции. Страдают и любители зимнего отдыха, и метеозависимые люди. Коммунальщикам же остается только приспосабливаться капризам природы, выполняя свою каждодневную работу. И надо дать должное, пока они неплохо справляются. Вот так вот с ломом и лопатой работники ручного трудовидновского ДРСУ каждый день выходят на проблемные участки дороги. Там, где припаркован даже мобиль и крупногабаритная техника, работать не может. Как правило, в смену на уборку снега и льда выходит человек 12-14, которые работают и в городе Видно, и в поселениях Ленинского района. Но в случае необходимости нанимают дополнительную рабочую силу. Порой до 40-50 человек. Тоже касается и спецмашин. К примеру, вот этот экскаватор-погрузчик GCB, привлечённая со стороны техника, с наледью на дорогах справляется на отлично. У Видновского ДРСУ забот хватает, но работа закипает в полную силу, когда город спит. Из-за интенсивности движения днём мы приоритет отдаём ночной работе. Больше убирается снега на прямых участках, там, где нет машин по обочинам. Переменчивая погода этой зимы ставит перед коммунальщиками свои цели. В первую очередь, очистка водостоков. Есть сложности в очистке водоотводных каналов. Это почему? Потому что погода была, температура была минусовая. Вот, все водоотводные лотки, они забиты снегом. Снег, естественно, спрессовался и обледенел. Произошла наледь. И это всё происходит ручную. Долбят все ломиками дорожные рабочие. Очень тудаёмкий труд. Конечно, первая очередная задача – расчистка центральных улиц с интенсивным движением. Но из межквартальных проездов снег вывозят по графику. Если бы не припаркованные автомобили, работа была бы более эффективной. Стараниями зимыли или же коммунальщиков, но дороги и тротуары сегодня остались практически без снега. Убирают, нечего сказать. Вот я на проспекте живу, там у меня нормальное бывает. По городу вопросов нет. Пока что. Доволен, всё хорошо, всё отлично, всё прекрасно. Мне даже кажется, что снег слишком уж убирают, потому что детям нельзя кататься на санках. У меня двое детей, поэтому вот такой наш ответ. А так, в принципе, нас всё устраивает. Но как бы ни старались рабочие сферы ЖКХ, пешеходам всё же надёжнее перемещаться по городу в резиновых сапогах, если у февраля весеннее настроение. Выравнивать надо, чтобы не было вот таких нож. И не было вот таких застоев воды. Но это уже задача на перспективу. Внештатными сотрудниками Видновского ДРСУ работали Татьяна Акимова и Алексей Ильин. Видное ТВ.